Всем привет! Сегодня поговорим о пленэре, как подготовиться для выхода на пленэр, что делать на пленэре и что делать после пленэра. Когда мы идем на пленэр, наша подготовка в общем-то ничем особо не отличается от того, когда мы выходим просто на улицу. То есть мы смотрим, как одеться, идет ли дождь, все то же самое. Единственный момент, если мы выходим на территории или зоны, которые подразумевают уже относительно дикую природу, то мы вспоминаем, что там могут быть комары, плещи, поэтому репелленты, мази, мази от солнца, чтобы не обгореть, очень важно. Может быть маленький стульчик, может быть зонтик. Это нужно продумать. То есть как вы стоите, как вы сидите, что вы на себе мажете, как вы укрываетесь от солнца, такие детали. Если допустим пленэр проходит в городских условиях, в парках и так далее, то там может быть в принципе изначально достаточно комфортно. Лавочки, какие-то еще оборудованные места, там может быть не будет много насекомых, но там могут быть люди. Это тоже нужно учесть, чтобы вам не мешали. Что брать с собой из художественных материалов. Самый, наверное, простой набор, самый маленький набор, который помещается в такой рюкзачок, это у нас скетчбук. Как вариант, вот такой прекрасный скетчбук Малевича для графики. Он сам настолько прекрасен, как произведение искусства. Присылать ним одно удовольствие. Так вот берем, к примеру, такой скетчбук и ручку. Гелевую ручку, обычный карандаш, что угодно. Ну, как вариант, очень классно можно поработать вот таким линером. Малевич, графант, 0,35 миллиметров. Также к этому, скажем, простому набору можно присовокупить маркер. Порой достаточно двух маркеров. Серенький и светло-серенький. Можно сделать черненький, чтобы по тонам можно было поугулять. Будут такие черно-белые рисунки. Хочется добавить немного цвета, можно взять ведерко маркеров. Второй очень простой, скажем так, набор для пленеров. Это также скетчбук для акварели. Стопроцентный хлопок. Нужно всего-то пару коробочек акварели. Взять все это, положить в рюкзачок. Кисти для акварели тоже могут быть разные. Это зависит уже от вашего опыта. Можно продумать, чтобы были кисти хотя бы разные по размеру. И тоже их в рюкзачок. На кистей тоже существуют различные пенальчики, органайзеры, штучки. Это уже дело отдельное. Это резиновый стаканчик. Я уже его тоже опробовал. Он очень хорошо себя показал. То есть раскладывается, образуется вот такая емкость, куда мы наливаем воду. Ставим. Также вот здесь мы видим дырочки, чтобы можно было взять и, к примеру, вот так поставить кисти. Три дырочки разного диаметра, соответственно, можно поставить кисти потолще. Вот эта штука верхняя, по факту, это контейнер для акварели. Технически, в принципе, наверное, можно сюда и акрил заправлять, выдавлять. Но есть риск, что если он высохнет, то будет неудобно чистить. Сверху у нас здесь резиновая история. Крышечка такая, которая герметично прижимается к пластиковым секциям, которую мы выдавили заранее красную. Белую крышечку можно использовать, в принципе, как палитру. Итого, что мы имеем? Вот эту штуку с красками, которую мы выдавили вот сюда заранее. Если мы выдавили сюда немного акварели заранее, она не высыхает там нормально. Ну, даже если высыхает, она хорошо растворяется водой. Ну и получается. Берем вот этот резиновый стаканчик, кладем его в рюкзачок. Тюбики с акварелью, в общем-то, наверное, тогда нам особо не нужны, потому что нам хватит краски там. И все, что нам нужно добавить сюда, это вата. Взяв воды, мы должны вспомнить, что мы где-то должны красочки смешивать на какой-то поверхности. Это может быть керамическая палитра, может быть. Минуслами, как вариант, если нет керамических палитр, либо других каких-то специальных, можно взять просто любой альбом бумажный недорогой, и тоже положить его в рюкзак. Пичбук для акварели, стаканчик с палитрой, красками непосредственно, плюс палитра, кисточки, и плюс еще немножко воды в бутылечке. Но есть еще быстрый, скажем так, легкий вариант для пленера, который также помещается в небольшой рюкзачок, и не требует каких-то больших усилий или доп. устройств. Это бумага, в данном случае это черная бумага для сухих техник, Рафат, Малевич и масляная пастель. Теперь рассмотрим еще один набор для пленера, например, акрил. Мы берем какое-то количество цитлов, зависит от того, сколько у вас их есть. Выбросаем рюкзачок. Помимо красок нам понадобится холст. Это может быть холст на подрамнике, холст на картоне, бумага для акрила, или допустим загрунтованный картон. Для пленера, особенно первых пленеров, нежелательно брать большие форматы. 30 на 40 это, наверное, максимальный формат, который вообще стоит брать на пленер. Даже профессионалам крайне редко требуются большие форматы, если только не речь о написании работы с натурой, прямо оттуда, прямо сразу большой. А так, 25 на 30 это оптимальный вариант для того, чтобы хорошо и удобно поработать, на природе, на открытом воздухе. Вот такой холст на картоне, малевич, который очень легко помещается в рюкзачок со всеми этими красочками. Иногда работать на белом холсте не всегда комфортно. Вот эта белизна как бы сбивает, особенно новичков, мешает. И холст можно заколеровать. Вот, например, вот таким способом. Выдавливаем немножко и кисточкой активно все это разносим по холсту до состояния некой такой гладкости, чтобы фактурности не было. Лишняя фактура ни к чему на старте. Почему такой цвет? Произвольно. Но для вас я могу сказать следующее. Вы можете брать, допустим, темно-коричневый, темно-зеленый, темно-синий. Как правило, акрилом мы работаем от темного к светлому. И вот заколерованная зона будет вам помогать. Акрилу также требуются кисти. Я показываю одну кисть, это синтетика. Размеры кистей могут быть разные, от мала до велика. Это, скажем так, тоже приходит с опытом, понимание, какая вам удобнее. Наверное, лучше взять как минимум 3-4 номера. Допустим, номер 4 для деталей, номер 12, средний такой номер 8 и, возможно, номер 14. Этого будет достаточно. Форма кистей определяется, скорее всего, опытным путем, который вам больше подойдет, потому что сказать заранее. Поэтому лучше пробовать разное. Не лишним будет займить вот такую штуку, называется мастихин. Может пригодиться, как и для пастозных техник наносить толстенько на работу, так и что-то счистить, палитру почистить, перемешать что-то. Удобная штука. И, конечно же, нам понадобится палитра. Палитра для акрила может быть тоже разной. То есть, в принципе, это может быть кусок белого пластика, какая-то не впитывающая или слабо впитывающая поверхность. Почему не впитывающая желательно? Потому что она будет втягивать в себя влагу из акрила, и он будет быстро сохнуть и так далее. Это нежелательно. Деревянная вполне себе годится. Да, она тоже немножко впитывает, но совсем чуть-чуть. И так как, если и попользоваться несколько раз, то это впитывание сойдет на нет. Палитра. Также акрилу понадобится вода. И здесь тоже может помочь либо такой стаканчик, либо взять новый стаканчик для воды, ну и, собственно, саму воду. В чем она будет, это уже дело у каждого. А так как холст наш нужно на что-то установить, то вот такая штука тоже понадобится. Очень удобная тренога. Малевич. Тут даже из крючочек можно что-нибудь подвесить. Раскладывается. Можно высоко поставить, можно пониже поставить, можно использовать как просто штатив, вплоть до телефона. Здесь есть вот такие полочки для холста, нижнего края холста, которые двигаются в зависимости от размера холста. Они широкие, то есть можно определенной толщины поставить холст. И верхний зажимщик, который двигается сюда-сюда и тем самым прижимает. Смотрим. Ставим холст на картоне. Он у нас маленький. Поднимаем повыше. Сейчас тренога разложена с учетом того, что я смотрю на нее сидя. Естественно, если я стоял бы в стове, я бы поднял ее повыше. Очень, очень удобная вещь. И иметь такую треногу настоятельно каждому рекомендую. А еще у нее есть компас. Вот тут маленький компас, который позволит вам не заблудиться в лесу. Так вот мы на природе. Вот рюкзачок, который я собрал и привел сюда. Штатив на нем самый большой получается. Ну это маленький как бы рюкзак. Здесь акрил. То есть на мясовую можно завести рюкзак чуть-чуть больше или значительно больше. Пристегнуть, к примеру, туристический коврик, расстелить, всякие складные стульчики. Все это так. Все это можно. Это средство от комаров, которое, кстати, нужно еще подбирать опытным путем, чтобы оно обязательно работало, иначе комары заедят. Это кофе. Пригодится. Ну и, собственно, дальше идут у нас уже наши холсты. В частности, вот этот синий цвет. Почему он синий? Потому что у меня на палитре оставались красочки, и чтобы они просто не пропали, я прокрыл. Ровно поэтому синий. Вот этот в теплых тонах, это уже с прицелом на вот этот лес. Теплые тона. Вот на нем сейчас я попишу. Устанавливаем холстик и прижимаем. Очень хорошо все работает. Очень классные ножки. Итак, я беру в руку акрил и выдавливаю чуть-чуть. Чуть-чуть выдавливаю. Вот столько пока достаточно. Возможно, вы видели, когда масляные краски раскладаны на палитре, их зачастую больше сразу. Акрил, он сохнет все же быстрее. И поэтому не стоит. Особенно в сюжетах, где еще не совсем что-то понятно, где еще нет точной уверенности какой-то или понимания, как это будет исполняться, через какие цвета, то, в общем-то, выдавливать не стоит сразу много, потому что просто это все высохнет, и краски могут пропасть даром. А так, такими дозами мы особо не рискуем. Можно даже было еще чуть-чуть меньше. И можно спокойно посидеть, подумать, что мы вообще тут будем делать, что писать. Я, прежде чем начать писать, этот кустик ореха, орешник, это, по-моему, разглядывал его минут 20, сидел. Примерно понял. И обратите внимание, что расположен он не по центру, а немножко правее. И у него есть как бы пространство для жизни. То есть он раскрывается, как бы, перед зрителем. То есть мы можем его понять и как бы погулять визуально вокруг него. То есть он не стоит по центру, не стоит близко, он как бы впускает. Вот если бы сейчас было все белое, вроде бы, казалось бы, да, то же самое, там был бы виден рисунок на белом, но все-таки восприятие было чуть-чуть другое. Сейчас оно уже немножко сразу воспринимается, ну, когда пишешь, сидишь, работаешь, сознанием, ну, как некое пространство в лесу. Ну, определенной темности, скажем так, и определенной температуры. А белое, оно немного порой безликое. Конечно, если уже опыт большой, скажем так, то это, в общем-то, ну, не важно, не страшно, белое оно или уже нанесена имприматура. Я работаю где-то сейчас около 20 минут, и, как видите, добавил вот еще только один цвет. То есть это еще раз я показываю к тому, что акрил вот в размазанном виде сохнет быстро, и лучше много не выдавливать. Засыхание акрила не стоит преувеличивать, потому что на самом деле он, конечно же, сохнет быстро, но не столь быстро, как кажется. Если не очень ветрено, если не обдувает по литру ветер и, к примеру, сыро, так он вообще может не высыхать. В данной ситуации сейчас в лесу я бы не сказал, что сыро, а скорее всего более сухой воздух. И немного ветрено. И да, он подсыхает, но не быстро. То есть я спокойно работаю и даже не так часто смачиваю кисть водой. Также можете обратить внимание на то, что я пишу. Это, конечно, не единственный способ, и вообще дело, возможно, личное, кто как пишет. Ну, есть действительно масса способов начать работу. Вообще последовательность, имею в виду. Вот акрилом, особенно, наверное, акрилом, не рекомендую сразу начинать с очень ярких цветов, цветов, которые имеют отношение к собственному цвету предмета. лучше создать, условно, для начала некий такой, ну, назовем такой монохромный или почти монохромный рисунок. И вот только сейчас я выдавил цвет, который имеет отношение непосредственно, ну, скажем, к лесу, да, то есть зеленый цвет в зеленом лесу. И как раз вот это, мне кажется, одна из таких не ошибок, а ловушек, что человек приходит, начинает писать, видит что-то, то, что он видит, и тут же пытается этим цветом исполнять. А на самом деле, все немножко не то, чтобы сложнее, но чтобы что-то выразить, не стоит начинать сразу с очевидного, а стоит лучше сделать какие-то подготовительные еще движения, потому что, если мы тут присмотримся, тут много у нас цветов разных присутствует, на камере это, безусловно, так не передашь, не расскажешь, все это вживую нужно смотреть, чего да как, какие отражения, почему такой цвет и свет, но пробуйте, как минимум, можете просто пробовать сами, брать и начинать с каких-то не очень цветных, скажем так, и активных цветов, тогда будет полегче. Главное, заранее, скорее всего, создавать какие-то темные для себя зоны, чтобы потом что-то высветив, будет вам сразу опять же легче, потому что будут зоны тени, уже готовы. Работаю десятым номером, кисть синтетика. Для таких форматов десятый номер более чем. Можно было и покрупнее взять, но также желательно иметь, ну, практически обязательно, наверное, иметь тряпочку, которая, ну, такая ветошь, которую не жалко, что называется, в которой мы можем стереть остатки краски, потому что, как бы мы не полоскали, порой проще немножко вытереть краску, потом еще раз прополоснуть в воде. Когда мы меняем цвет или что-то еще на кисти, потому что, к примеру, сейчас я буду работать вот одной кистью, это возможно, но я буду полоскать, буду стирать лишнее, опять полоскать и менять, допустим, если цвет, то на волокнах у меня акрил другого цвета, если он мне не нужен, не будет. И с этим мне хорошо помогает обычный кусочек тряпочки. Белил лучше иметь побольше, с собой у меня вот такая банка бельюк. Акрил совершенно замечательный материал, который позволяет, скажем так, прописывать долго и много, потому что место, куда мы только что нанести краску, быстро высыхает. И с нанесением повторного слоя нет совершенно никаких проблем. И для новичков есть очень, скажем так, действенная рекомендация не стараться работать толстым слоем, потому что акрил на толстых слоях может резко замедлить свое высыхание, быть очень липким, и даже работа может быть, ну как, процесс рабочий стать неприятным немножко. Ну он будет как-то липнуть, непонятно. Наносишь сверху мазок, а вместо того, чтобы оставаться, он начинает немного подмешиваться с нижним, ну и как бы и подмешиваться не совсем внятно, и не туда, и не сюда. Конечно, когда уже на опыте, или изначально есть такая идея, там пастозно поработать, можно, конечно, и пастозно. Ну, тогда это сразу уже плюс-минус готовые цвета, скорость повыше действий, и кисти пошире. Касаемо выбора сюжета, особенно если только начинаете, желательно, ну, наверное, желательно, если есть такая возможность, скажем так, выбирать попроще, то есть, чтобы было понятнее, максимально понятно, допустим, мостик, ручеек, тропинка, то есть, отдельные какие-то штуки, которые можно, ну, как сказать отдельно, ну, которые можно в работе как-то выделить, да, вот даже вот как бы там не исполняли, но будет понятно, вот этот ручеек, вот этот мостик, вот этот тропинка, то есть, ну, сознание проще как-то фокусироваться на что-то, на главное. Дело ведь не только в том, что, ну, как мы там напишем, красиво, похоже, или прочее, там, или как-то еще, а в том, еще в самом состоянии, в самом процессе находиться в лесу и писать, это очень просто приятно. В этом этюде я детали исполняю одной кистью и все пишу одной кистью, ну, на самом деле, так делать не обязательно совершенно, можно брать потоньше кисти, круглые, тонкие, которые, там, допустим, четвертый номер хорошо позволяют выполнять детали, потому что иногда именно почему-то детали в акриле вызывают у новичков проблемы. Не знаю, у всех ли, но вот как-то так подмечено. Сейчас пролетели первые капельки дождя, надеюсь, его не будет, но давали временной небольшой осадки. На всякий случай я решил ускориться и, так, как бы практически завершая этюд, но на самом деле любой этюд мы можем дома дописывать, конечно же, если хотите. Поэтому, друзья, не лишний иметь с собой зонт или какое-то укрытие. Ну, конечно же, зависит от ситуации, может быть, машина недалеко или дом недалеко или дача недалеко. Но, в целом, дождевичок какой-то не помешает. Теперь такой момент по высыханию работы. Акрил, в частности, сохнет быстро. Но это вопрос такой, то есть, можно взять, обмахнуть, в конце концов, так, чтобы, ну, все это просохло и аккуратно положить. А так, в целом, в этом плане акрил это вообще очень удобный материал, потому что высыхает он быстро. И как раз транспортировка или донести куда-то до машины, до дома, куда угодно, удобно. Итак, друзья, мы снова в мастерской. Я сижу, смотрю на этюд, который писал сейчас в лесу. Но первым делом, когда вернулся домой, я очень хорошо еще раз помыл кисть. Она абсолютно чистая, мокрая. Блеск это от воды сейчас на ней. А кисти нужно беречь. Теперь такой момент. От треноги и от прижима может оставаться пятнышко. Вот это. Это можно потом дописать. Но если мы используем холст, когда на деревяшечку натянут холст, то так как у него есть боковая толщинка, нам не обязательно как бы использовать прижим, вот, отодвигать его вот так вот и опускать, прижимать, а достаточно чуть-чуть его выдвинуть и опустить вниз. Покрутить немножко, ну, слегка его поджать и все. И получается, вот эта история не заходит на край вот сюда. Дописал я вот этот кусочек немножко, ну, немножко деталей добавил. И вернувшись с пленера, начинается, скажем так, самая трудоемкая или самая такая скучная часть работы. Как минимум, мы должны вычистить палитру и хорошо вымыть кисти. У любой кисти есть непосредственно как бы длина ее ворсинок, из чего бы они не были. И суть в том, что пока они чистые, то кисть хорошо работает, не распушается, держит форму, хорошо, удобно кладет краску. Если же кисть запустить, ну, в силу разных обстоятельств, бывает просто, нет возможности помыть, то будет примерно вот такой эффект. Она распушится, почему? Потому что в основании краска, в основании корней краска остается, постепенно высыхает, и как бы раздвигает волокна. Поэтому важно очень хорошо мыть сразу на полимере и еще дома потом помыть. В теплой воде, с мылом, с шампунем. Если мыть своевременно, то в общем-то не вызывает никаких проблем все это промыть. Теперь о палитре. Как бы мы не хотели, все-таки порой некая краска лишняя, скажем так, остается. То есть прям рассчитать точно, чтобы вот все при все кончилось, редко получается. И какая-то часть краски все равно неизбежно условно расходуется. Это нормально, без этого, скажем так, никак. Это случается. И мы должны это все счистить. То есть я собираю на мастихин и, допустим, от тряпочки вытираю. Зачастую вычистить вот прям до деревяшки не представляется возможным. Это как бы нормально. Единственное, в данной ситуации я показываю мастихином, но все-таки я бы не сказал, что это самый лучший инструмент для чистки. Так вот, первично нормально. Но если, допустим, выполнить чистку хочется более основательно, то можно взять что-то по тверже, чтобы, вот так как мастихин все-таки мягкий, он гнется. Можно взять ножик, ну так, чем вы не порежетесь, и в то же время можно немножко соскоблить краску. Еще такой момент. У новичков часто бывает большие слои образуются, акрила именно. В такой ситуации можно взять либо канцелярское лезвие и вот эту такую большую корку акрильную надрезать вот так углами и поддеть уголок. И можно ее как бы, ну, кусками, но все еще очистить можно. А в данной ситуации я беру старое канцелярское лезвие, оно старое, оно тупое, то есть я его притупил вот так слегка об наждачку. А так получается оно хорошо очищает. Желательно такие вещи выполнять сразу на месте, вот как перед тем, как убрать. Если сразу почистить, то да, след краски останется, но все-таки более мягкая неотвердевшая краска очищается также легче. И вот сейчас она, в принципе, у меня гладкая. Самое интересное, цвета здесь есть, но они на самом деле уже более бледные, чем кажется. То есть если я сейчас выдавлю любой новый цвет, он будет более яркий и нижние слои меня особо отвлекать не будут. Если бы я работал на этой палитре постоянно, то вы бы выделили характерные следы цвета в конкретной, скажем так, системе. А пока в данной ситуации это некий усредненный пример, как обычно бывает, вот, наверное, у новичков кто-то начинает, потому что примерно цвета как-то так, но это вас беспокоить не должно. Главное это работать. И когда мы почистили палитру, помыли кисти, то нужно все это дело убрать. Как вариант, можно использовать вот такой этюдник настольный. Сюда все вмещается, скетчбуки, краски, зависит, конечно, от количества материала, он не бездонный, но в то же время положить сюда можно много чего. но самое главное, что вот эта коробочка очень удобная. У нее классная ручка. И за эту ручку берем и несем себя спокойненько. То есть здесь у нас лежит как минимум что-то такое, чем мы пользуемся постоянно. То есть материалов может быть очень много, и все сюда не вылезет. Но основное можно носить в этом ящике. Он может трансформироваться еще и, по сути, в свой такой мольберк. У него есть такая планочка, которая прикручивается с лицевой стороны, и мы получаем такую рабочую область, на которой мы можем расположить свои холсты, допустим, развернуть его к себе и писать. Ну, разумеется, это делается не на коленках, но можно и на коленках, в крайнем случае, если там вообще негде как-то там расположиться или что-то еще. Но в частности это можно поставить перед собой, к примеру, на стол, а это много где можно сделать в кафе, на даче и так далее. Ну, где есть на что поставить. Конечно, это еще не совсем этюдник, у него нет ножек, но иногда эти ножки и не нужны. И вот этот сундучок тоже очень, скажем так, здорово помогает. Нельзя сказать, что без него никак, но с ним все-таки интересно. Бывает такая штука, что, к примеру, дует сильный ветер и формат большая работа или относительно большая установлена на треногу либо на большой тюдник имеет некую повышенную парусность и его может шатать на этом ветру. У этой штуки таких проблем не будет, но есть потребность, скажем, в поверхности, куда нужно это поставить. Но в общем и целом можно резюмировать. Если у нас есть рюкзачечек, куда мы сложим все или почти все, плюс такой ящик, в котором у нас тоже много чего лежит, да еще и тренога, то, скажем так, наверное, нам покорятся любые пленерные вершины. На этом у меня все. Вдохновение, творческих вам успехов и пока!